Продолжение следует... Под названием Дет Дом. Вот сегодня мы его пройдем. Так что можешь прямо сейчас влепить этому видосику лайк-бузик. А еще вступай в мою телегу. Там я выкладываю прикольные фоточки и видосики. Из своей реальной жизни. Давай, залетай. А для всех, кто любит искать подхалочки. Да, кстати, я видел, вы писали, что они вам не надоели. Так что в этом видосике я спрятал 4 пасхалки. В виде ореха. Вот такого. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно в твой момент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки. И мы начинаем. Мне приснился ужасный сон. Рыбак догнал меня в лесу. А потом сдал в какое-то непонятное место, где меня должны исправить. Или это был не сон? Почему я в клетке? Вот-вот. У меня такой же вопрос. Так как мы помогали тебе убежать. И убежали сто пудов. Но, видимо, убежали недалеко. Остану-ка поведать нового мальчика. Опа. Нас идут проверять. Но, видимо, это будет не очень скоро. А пока давайте-ка осмотримся. Чего зря время тратить. О, а эта клетка такая же, как у нас. А может, если мы тут останемся, этого не заметят? А я не поняла. Мальчик, ты думал, что сможешь бегать вечно? Ну, конечно. Странно, что если кто-то не хочет бегать вечно. Вы чё наезжаете, дамочка? Давайте знакомиться. Я Локи. А вы? Эй, тётя, вы чё молчите, а? Стала как вкопанная. Ну, ладно, ладно. Ща буду в своей клетке. Так, быльненько. Всё. Так лучше? Или опять чё-то не то, а? Хмммм. Видимо, не то. Короче, какая-то она неразговорчивая. Или я её сломал? Ха-ха. Тёть, не молчи, а? Давай нам правду расскажи. Как мы сюда попали, а? О, понял. У неё не вытянешь и лишнего слова. А может, комплиментик сработает? Ох, да. Маска у тебя, кстати, зачётная. Ладно, ладно. Пока не выйду, она, видимо, будет тут стоять и залипать. Придётся податься. Ну и чё, здрасте, мордасте. Уи. Старая ведьма поймала тебя. Ты начинаешь понимать, из кого сварен её суп. У-у-у. Это чё получается? Она поймала меня, чтобы накормить? Мега странная ведьма. Да и по голосу не скажешь, что она старая. Мне приснился ужасный сон. Рыбак догнал меня в лесу. А потом сдал в какое-то непонятное место, где меня должны исправить. Да-да, это мы уже... Это был не сон, почему я в клетке? И знаем, как отсюда выбраться. С помощью невидимки. Вот этой. И как только мы клетку откроем, то сюда сразу же прибежит какая-то тётенька. Погу-ка поведать нового мальчика. Да, давай. А мы пока побегаем туда-сюда, чтобы не так скучно было ждать тебя. А то ты пока прибежишь, уснуть можно будет. О, скрипнула, слышу дверь. Значит, идёт. Так, возвращаемся в свою клетку. Всё, мы на месте. А она, блин, ещё не дошла. О, как будто прибежала. Ну и чё скажете интересного мне? И даже не пытайся сбежать, иначе повторишь судьбу других мальчиков. Конечно, попытаюсь. Какая вредная женщина. Видимо, она заодно с рыбаком. Ага, тут походу все сговорились. Так, наша задача отсюда, конечно же, сбежать, чтобы в суп не попасть. А то непонятно, с чего она его делала вообще. И первым делом, Гоу наверх. Посмотрим, где вообще мы. А тут не так и стёмно. Я думал, ведьмы как-то пострашнее живут. Я вижу заколоченную дверь в конце коридора. Я тоже её уже вижу. Наверняка там что-то очень важное, раз она так охраняется. Да-да, нужно найти, чем эти доски оторвать. Ну что, Гоу искать, и начнём с мы вот с этой комнаты. О, тыква, заберём. Интересно будет посмотреть, если 25 найдём. Что нам дадут? О, дверь на потолке. Кажется, на потолке есть дощечка, которую можно сдвинуть. Вот почему я родился таким мелким. Я не дотягиваюсь. На кухне точно должно быть что-то достаточно длинное. Понял, значит, отправляемся на кухню. Но чё-то мне подсказывает, что ведьма эта там уже. И нужно её отвлечь. О, и я знаю чем. Ща только тыкву заберём. Странно, тыква чё-то не берётся? Ну да ладно. Давайте-ка обрубим радио. Отвлекусь от коротки радио. Отлично. Короче, меняемся. Ты сюда, а мы на кухню сгоняем. Я вот думал, она на шум среагирует. А она, оказывается, музыку слушать пошла. Получилось. Вот сколько играю, первый раз такую странную ведьму встречаю. Хм. О, кухня. Тут нам нужна метла. А вон она в уголку стоит. Точно. Она нам подойдёт. Из музыки я беру силы для воспитания этих улухов. Хм. А эта ведьма не такая, оказывается, и стрёмная. Изюм, мука, сода. О, может пирожков нам напечёшь? Было бы класс. Так, походу, она музычку заслушалась и вообще не слышит нас. Ну, а мы возвращаемся, и сейчас чувствую нашумием. Давай дверь, открывайся. Опа, это было шумно. Но слышите? Тишина. Она ничего не услышала. А я не поняла. О, проснулась. Что это за шум из кладовки? Да нет, это с кухни. Иди там посмотри, заодно и готовить начни. Эх, неверующая Фома, всё-таки пошла проверять. А там уже нет меня. Я поняла. Видимо, опять домовой пакостит. Точно домовой. Мне уже надоело эта старуха. Как бы мне сбежать? А вот это вопрос или утверждение? Чё-то не понял я. Ну да ладно, идём двери открывать. Тут точно чё-то важное будет. А я не поняла. Да чего ты такая непонятливая-то, а? Мальчик решил побаловаться. Ага, побаловаться. Вот делать мне нечего, только баловаться. Возвращаемся в клетку, а то она уже идёт проверять нас. А мы тут такие готовые, ждём с её. Ну чё хочу. Я в клетке сижу. Хорошо себя ведёшь? Ты у меня спрашиваешь? А ты смотри у меня, перестану кормить. О-о-о, напугала. Ой, я же и так тебя не кормлю. Ха-ха. Ничего себе. Ну прям шутница. Сейчас подождём чутка. Всё, выходим. О, пошла опять слушать музыку. Отлично. А мы пойдём обычную комнату, которую только что открыли. И тут у нас тыква и телефон. Не работает. Тут есть телефон. Это мой шанс на спасение. Это мы уже поняли. Но... Чёрт, кажется тут отсутствует кабель. Где же он может быть? Да нет же, кабель на месте. Я проверил только что. Или он дальше должен идти. Не понял. Короче, чё тут гадать? Пойдёмте лучше кабель искать. Посмотрим где. Найдите что-нибудь подозрительное. Ну, всё ж понятно. Вот эта дверь очень подозрительная. Странно, что дверь туалета заперта. А если я захочу по-большому? То будет беда. Может как-то получится её открыть. А ты чё, уже хочешь? О, потерпи. Ща мы чё-нибудь придумаем. Посмотрим, понравится ли ей её стряпня, если я вылью в кастрюлю всю банку майонеза. Отличная идея. Гу проверять. Пора проверить мой замечательный супчик. Очень вовремя. Вот знаете, что заметил я ещё? Что тут нет тыкв больше. Мы обегали почти всё. Так что 25 нереально будет собрать. Не поняла. Ты вообще другие, знаешь что? Что эта белая жидкость делает в моём прекрасном супчике? Греться. Ха-ха. Придётся всё выливать в туалет и варить сначала. Да ты попробуй. Вкусно будет. Ты чего, не пробовала мазик в супе? Это вообще зачёт. Главное много не добавлять. Походу пошла выливать. Вот зря, что не попробовала. А вот не зря, что топ-залет открыла. Так, го, кабель найдём. О, вот он. Бери же ты. Капец. Неужели в самом деле? Эта вещь будет полезной. Да-да, помню я. Идём кабель чинить. А комната у нас? Хм, справа. Точняк. Гоу. Это прекрасно. Я починил кабель. Ща будет, но... Но кажется, в телефоне нет батареек. Нужно их найти, чтобы получилось дозвониться спасателям. Конечно же. А они... Опять у нас старуха с кухни свалила куда-то. Вот это классическая, мальчишка. Ого. А она совсем не старая. Вот знаете, что я заметил? Она, походу, когда хватает нас, то щипает. Так, а сейчас нам нужно выренько на кухню. Ведь там мы найдём ключ от клетки, в которой батарейки лежат. Опа-на. А это, ээ, чё, дверь открыта? Я не понял. А она чё, там спит? Фу! Двери не учили закрывать. Вот зачем я вернулся? Капец. Так, нужно сосредоточиться. И найти нужно ключ. А он где-то тут должен быть. О, вижу на тумбочке ключ. Заберём. Интересно, что открывают эти ключи. Ща покажу. Потерпичутка. А ты чего? Супчик всё же попробовала? Ха-ха. Так, дуй пока она занята. А то выйдет и нам может быть крышка. Так, нам нужно успеть, а то чувствую, она придется нас сейчас проверять. Клику открываем и тут батарейки забираем. Ну все, батарейки у нас. Все еще не могу понять, кто мог испортить мой суп. Ну как кто? Домовой? Кто ж еще? Вот слышно же, что идет, а в конце делает вид, что побегает. Мальчик сидит в тюремной яме, не буду ему мешать. Вот и не мешай сидеть. Ха-ха, а она капец какая смешная. Так, все, могу ставить батарейки. Она видимо в тубзолете долго еще будет заседать. Телефон заработал. После стольких мучений с этой ненормальной женщиной. Но... Ой, я ведь не знаю адрес этого места. Как я вызову сюда полицейских? Ща найдем. И у нас осталась одна непроверенная комната. Думаю в ней точно что-то будет. О, вот и она. И тут на стыкло встречает одна. А где еще 19 искать, непонятно. Так, нам нужен адрес. Нашли. Замечательно. Визитная карточка этой организации. Отлично, тут указан адрес. Я уже начинаю чувствовать, что очень близок к спасению. Правильно чувствуешь. Если только кто-то из-за угла сейчас не выскочит внезапно. Но нет, этого не произошло. Мы на месте. Надо спасателя набрать. Алло-малло. Тебе удалось вызвать помощь. Храбрая полиция спасла тебя. Тут еще хочется добавить. Ура! Ха-ха! А на этом все, ребята. Мы прошли четвертый акт игры наподобие Скулбоя. Ребят, а как вам эта игра? Нравится или нет? Напишите свое мнение в комментах. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, что мне пишите за вашу поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего видосика! Субтитры сделал DimaTorzok